Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Как понять, что друг подруга настоящий, это ему нужен и важен? Пропасть и не проявлять инициативу, есть ощущение, что со мной находится исчезло долга и благодарности за хорошие дела по отношению к нему. Ну, вообще говоря, на мой взгляд, нет такого способа, который бы гарантированно вам, ну, давал бы или показывал бы, что с вами, ну, потому что вы важны для человека, имеется в виду. Потому что это, на мой взгляд, чистейшая в обиде случайность, вот. И гарантировать в этом нельзя, ну, абсолютно ничего. Вот. Другой вопрос, другой вопрос, заключается в том, что вам, вам как-будто бы, мало этого. То есть вы как-будто бы, вот, в себе не уверены, не уверены. Я бы и так сказал. Дело в том, что, если вы не уверены в себе, то вам, наверное, нужно, собственно говоря, на эту уверенность в себе работать, потому что нет, нет какого-то другого способа. Это проблема решает. Дело в том, что, ну, даже если вы докажете, ну, допустим, вот, даже если вы как-то докажете себе, что человек с вами, потому что вы ему важны, например, всё равно вы, скорее всего, будете сомневаться потом в будущем и сомневаться будете делать какие-то, ну, хорошие дела, да, для человека, вот. Просто потому что не уверены в себе. Вот. Поэтому я бы, конечно, как-то бы здесь, наверное, от этого бы старался отойти, и больше смотреть в сторону того, а не обесцениваете ли вы себя, а не оспариваете ли вы в этом смысле какое-то, ну, например, решение, допустим, человека, да, то есть, не оспариваете ли вы его решение, например, быть с вами, вот. Например, опять же, например, из-за чувства какого-то, допустим, страха. Вот. Страха, что вас бросат, например, а страха, что, ну, к вам будет относиться вот как-то не так, как вам бы того хотелось. Вот. Этот момент нужно, наверное, обязательно для себя поисследовать, да, и увидеть, что... Дело здесь именно в том, что вы как-то опасаетесь того, что человеку вы не нужны, то есть у вас есть, ну, скажем так, трудности с... ну, с самооценкой. Вот у вас цена. Получается заничена. Вот. Заничена самооценка. Вот. И, соответственно, с этим и нужно работать. Если вы исчезнете только для того, чтобы проверить, насколько вы важны для человека, то я боюсь, что это в лучшем случае будет воспринято как обвинение, то есть вы вызовете, ну, по большому счёту, у человека чувство вины. Вот. А в худшем случае, и это так и есть, это является манипуляцией. И манипуляцией, и ничего хорошего. Не знаю, поверите вы мне или нет, ничего хорошего из этого получиться не может. Ну, в принципе, как и из любой, из любой вообще манипуляции, да, ничего хорошего не получается. Поэтому здесь ситуация, в принципе, в принципе, та же самая. И, в общем и целом, несмотря на то, что мне жаль, мне очень жаль, что вы оказались в такой ситуации, но тем не менее. Дальше. Вы говорите о том, что у вас есть ощущение, что человек там, потому что вы для него там делали какие-то хорошие дела. Сложно, на самом деле, назвать более яркое проявление низкой смартинги. Вот. Я думаю, что, вообще говоря, если прямо так откровенно говорить, то у вас есть возможность прямо спросить у человека. Прямо спросить у человека, слушай, а как ты ко мне относишь? Лоб. Как ты меня видишь? Вот. И так далее. И посмотреть на то, что человек скажет. Другой вопрос, что вы можете не поверить этому. Я вас понимаю. Вы можете этому не поверить. Но и вам нужно понять, что если вы не поверите этому, то дело здесь, скорее всего, в том, что вы просто-напросто, вот, не уверены в себе. И дело здесь не в человеке, который действительно может с вами быть из чувства благодарности, а дело в том, что вам необходимо подкреплять свою важность. И то, что вам необходимо подкреплять свою важность, является следствием вашего собственного личного внутреннего конфликта, который нужно решать. Вот. Я бы, наверное, я бы, наверное, вот как-то так вам в этой ситуации бы ответил. То есть я ни в коем случае не считаю, что можно и нужно человека манипулировать, да, и действовать так, как вам, к примеру, не хочется уходить, да, если вы не хотите, то есть как бы, ну, это по меньшей мере странно, по большей мере это предательство себя, которое, соответственно, влечет за собой какие-то последствия, да, в общем, это стало, ну, довольно-таки нехорошее, довольно-таки нехорошее последствие за собой влечет. Так, мне кажется, поступать, пожалуй, не нужно. Вот. Но, опять же, всё это на ваше усмотрение, усмотрение, да, то есть как бы, если вы хотите, да, если вы как-то вот, ну, для себя видите такой выход из ситуации, ну, чтож, в таком случае... Поступайте так, как считаете нужным, я не думаю, что мы вправе вам в этом смысле вообще указывать, как себя вести и так далее. На мой взгляд, это неправильно было бы. Было бы. Вот. То, что я хотел вам сказать. В таких ситуациях всегда, всегда рекомендуется всегда работать с самооценкой, вот, в таких случаях всегда рекомендуется работать с уверенностью в себе. Вот, в таких случаях всегда рекомендуется больше заниматься своей жизнью, с собой, а не, вот, собственно, с проверкой человека. Кроме того, есть вопросы к тому, как вы, допустим, организовываете свои отношения с людьми. То есть, что это значит? Это значит, что, ну, вот, вы, например, делаете, как вы говорите, добрые дела, да, и вы большая молодец, что делаете эти самые добрые дела. Вот, вы большая молодец, что это делаете, правда. Но, тут ведь волей-неволей возникает вопрос о том, вопрос к тому, да, что вот вам кажется, что человек только с вами. И, на мой взгляд, на мой взгляд, по моему мнению, да, это не случайно. Дело в том, что, если вам так кажется, если вы так, ну, если вы так считаете, вот, то это является ничем иным, ничем иным, как проекции. Вот, то есть, это ваше присваивание тому, что вы делаете, ну, такой вот, может быть, сверхценность. Вот. То есть, это вот такая история, которая само собой не является чем-то хорошим. Вот. Потому что получается, что вы несколько переоцениваете то, что вы делаете для человека. И дело не в том, что нужно обесценивать то, что вы делаете для человека. Нет, ни в коем случае. Обесценивать ни в коем случае не надо. Вот. Речь немножко не об этом, скорее. Речь больше о том, что, если вы так делаете, то, вероятно, вы как-то собой жертву. Вот. То есть, вы что-то делаете для человека, а оно получается, как бы, через силу. Вот. Вот. И в этом ничего хорошего нет. Для вас в этом нет ничего хорошего для, для партнера, с которым вы, ну, находитесь в отношениях и так далее. Вот. Поэтому я бы сказал, что нужно более, более внимательно, более внимательно к себе относиться. Вот. Как мне думается, нужно более внимательно к себе относиться. Нужно не переусердствовать в том, что вы делаете для других людей. Вот. Всё. То есть, это прямо вот необходимо, как мне кажется. Вот. То есть, необходимо не переусердствовать в том, что вы делаете для кого-либо. Вот. Ааа. И тогда, на мой взгляд, эээ, ну, всё будет более-менее неплохо у вас, вот, в этом смысле. вы сможете не уходить в эти переносы. Но этому нужно учиться, потому что признаться, ну, признаться, например, себе, допустим, в том, что вам хочется делать меньше, да? Вот, это на самом деле задача не из простых. То есть не из простых является задача признаться в том, что вы чего-то вот для человека, да, делать не хотите. Вот, потому что тогда вы сталкиваетесь с тем, что, ну, вот вы, к примеру, да, вы какая-то плохая в этом случае. Вот. И довольно много ресурсов вы затрачиваете на то, чтобы с этим как-то бороться тогда. Вот. А ещё может начаться обвинение, да? Типа что, вот, значит, эм... Психолог, значит, порекомендовал, да, как-то, ну, как-то себя обесценивать, да, и вот, значит, быть плохой. Такие реакции, они точно, ну, они точно встречаются, встречаются, к сожалению. Вот. Поэтому... Здесь лучше всё-таки поработать, наверное, с психологом, да, и как-то уже более детально эту ситуацию осмотреть. Вот. Чтобы не было, ну, какого-то, например, недопонимания между вами, да, и, например, специалистами, с вами людьми и людьми, чтобы вы себя, ну, как-то вот плюс-минус чувствовали комфортно в том, как вы ведёте себя, ну, с людьми. Вот. А сейчас, да, ну, я надеюсь, сейчас вы понимаете, что есть, вот, определённые проблемы. Вот. Такая вот история, значит, эм... ничего страшного не происходит, не происходит, на мой взгляд. Вот. Абсолютно ничего страшного не происходит, всё это можно скорректировать, было бы... было бы ваше на то желание. Вот. И, значит, всё привести можно в гармонию. Вот. Главное, чтобы вы как-то вот, ну, хотели этим заниматься, да, главное, чтобы вы хотели как-то вот с тобой работать, главное, чтобы вы хотели менять. Вот. А, значит, каких-то, повторю, на всех случаях, да, каких-то способов узнать, как человек вам относится, нет. Вот. Вот. Таких способов не существует, потому что, эм... всё это исключительно... эм... ну, завязано всегда на... на человеке. potatoes. Вот. Человек... человек может... э... совершенно по-разному... демонстрировать... эм... то, что он... он хочет. Вот, человек может... Совершенно по-разному демонстрировать, то что мы... то что он для него кто-то... кто-то подв... ээ... кто-то важен. И не всегда это может быть одно откровенно, не всегда это может быть, понятно, не всегда это может быть, скажем так, расшифровано. Да? Не всегда это может быть расшифровано правильно. То есть момент тут такой, к моему большому сожалению, поэтому действуя таким образом, да, действуя таким образом вы просто рискуете ещё больше, как-то, ну, развиваете себя в тревогу, да, как-то ещё больше рискуете упасть в эти сомнения, вот, свои. И, соответственно, вообще ничего не добиться, кроме того, что человек от вас уйдёт, например, а вы будете думать, что он ушёл как раз, как раз, потому что, ну, потому что вы ему не нужны, вот. То есть, по сути, ну, получится такая вот история, что вы, как бы, ну, подтвердите свои опасения. Мне бы этого не хотелось для вас, потому что мне кажется, что вы заслуживаете большего, надеюсь, что вы со мной согласны. Согласны? Вот, поэтому нужно работать с этим так, чтобы одно другому не мешало, вот. То есть, у вас есть своя проблема, это когда у вас есть свои какие-то, значит, ну, трудности, которые имеют место быть, которым нужно уделять внимание. Но эти трудности не являются тем, например, что нужно решать за счёт другого человека, вот. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Обращайтесь за помощью, она вам пригодится. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой.